Мы каждый продукт своего воспитания, своего окружения, даже своей семьи, место, где мы родились, мы все в этом отношении очень разные. И я представляю, насколько сложно Христу было принести вот это учение или это послание сверху, с неба. Это очень сложно. Он взялся за миссию в определенном смысле неподъемную. Примирить человека с Богом – это очень непросто. Бог абсолютно свят, абсолютно совершен, а человек испорчен, разрушен, слабый. И стать посредником, как я говорю, это все равно, что взяться за оголенные провода. И за один, и за второй. Итог проходит через тебя. Гнев Божий, то есть примирить непримиримое, примирить небесное и земное – это очень высокая цена. Если вы пробовали мирить, скажем, два родовых клана, вы понимаете, что до этого вы были хорошими для тех и для других. Но любая ваша попытка помирить людей, которые поссорились, обернется тем, что вас и первые, и вторые не приветствуют. И потому я говорю, что миссия миротворчества – это очень сложная миссия, потому что у каждого из обиженных своя история, своя правда. И я писал в своей последней работе «Церковь общества государства» о том, как мы читаем в книге «Бытие», как братья Якова, сыновья Якова пришли с поля и узнают такую страшную весть, что сын вождя племени, вот это вот племя по соседству живет, изнасиловало их сестру. И этот парень, сын вождя, сам сознался, он понимает, что произошло, и начинается вот этот сложный разговор, что теперь с этим делать, как выходить из этой аккорд, как мы выражаемся, ситуации. И они говорят, что мы не против с вами радычать, скажем, украинцы, вступать в родственные связи. И эти вот братья, сыновья Якова, понимают, что их меньше, что здесь ссориться невыгодно, и потому они предлагают такой план, что вы должны все обрезаться, все ваши мужчины. И потом поговорим, в принципе, мы не против, и те соглашаются, и когда они были в температуре, после вот этого всеобщего коллективного обрезания мужчин, и в болезни были, да, Симеон и Левий нападают. Без ведом, без предупреждения, без совещаний с отцом они нападают на это все племя и вырезают всех мужчин. И грабят все, выносят все, забирают в плен женщин, детей, имущество забирают. И вот теперь такой сложный разговор. И Симеон и Левий могут это объяснить, это за честь нашей сестры. Мы дали урок, мы преподали урок, что все, кто с нами вот так поступит, вот так получит. У них вот такой взгляд на ситуацию, такая правда своя, да. Но когда ты сравниваешь степень ущерба, степень боли, степень повреждения, степень преступления, которую совершил сын вождя племени по отношению к их сестре, и то, что эти сделали в отместку, это несоизмеримо, это очень разные преступления, потому там и Аврелий, и Августин, и другие отцы церкви пытались вывести, так сказать, теорию справедливой войны, что мера ущерба, мера вреда, даже если это в отместку сделано, не должна превышать степень того вреда, который причинили тебе. То есть такую войну, такие разборки Бог благословляет, поскольку Бог стоит на стороне справедливости. Ну, как бы пытались разрешать вот эти конфликты, но я сейчас пытаюсь сказать, насколько сложно, когда люди носят боль, носят историю свою, носят свою рану, насколько сложно быть миротворцем в этих всех ситуациях. И потому Иаков уже, их отец, отец Симеона и Левия, как праведник, он пророчески сказал «проклят гнев их, ибо жесток». То есть он не соглашает, душа моя не войдет в совет этих людей, я не разделяю того, что они сделали. Хотя у тех есть своя логика и свои аргументы. И мы сейчас, каждый, несем определенную ответственность за то, как мы ведем себя во всех сложных ситуациях, а ситуации сложные. И на перекрестках истории это все воспаляется до такой степени, что очень нужно, просто требуется, просто необходимо, как никогда раньше отстоять какие-то христианские принципы. Теперь смотрите, приходит Христос, примиритель народов, как сказал о нем пророк, приходит на эту территорию, оттуда, приходит с конкретной миссией. У него есть конкретная задача, и его здесь не принимают. Даже свои, даже огромное количество пророчеств. Все как бы ждут этого миссию, все надеются, что наступит царство. Вот, 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 вот оно наступит, это царство. Царство единоличностное, с централизованной системой, где Бог будет управлять этим царством, царство небесное наступит. И у каждого есть представление о том, как оно наступит, как он утвердит свое мировое господство. Эти теории, которые прочно осели в головах людей, они отшлифованы дома, на кухне, в разговорах. Есть очень четко сформированные представления, как все должно происходить. И то, что Христос пытается им сказать, даже самому близкому кругу, первому кругу своих последователей, уже ближе некуда. Уже вот самые те друзья его. И он им говорит, сына человеческого предадут, и сына человеческого распнут, и на третий день он воскресеет. Они этого не слышат. Их разум это не регистрирует. Он им много раз это говорит. В последние часы перед арестом, перед избиением в Доме Преосвящении, он им опять говорит. Они этого не слышат. У них есть своя концепция, как все должно происходить. Потому грядет и такое разочарование. Потому что расклад событий происходит не по тому сценарию, который выстроен и прочно укоренился в головах этих людей. У них дикое разочарование. Христос им говорит на тайной вечере, вот-вот-вот, часы уже, может быть, отделяют его от этих роковых событий. Он им говорит, в эту ночь вы все обо мне соблазнитесь. В других переводах написано, вы все потеряете в меня веру. Ну, вы подумайте, да? То есть три года ты ходишь за этим учителем, ты ему веришь, ты видишь явные проявления. Ну, все, все ты видишь. Яркую демонстрацию, ты веруешь в него. О, что такое может произойти сейчас, что мы все потеряем в него веру? Что это может вообще такое быть, что мы потеряем в него веру? И через какие-то сутки мы скажем, Петр скажет, я иду ловить рыбу, я возвращаюсь к своему ремеслу. Это было самое большое недоразумение моей жизни. Я не знаю, что это было. Я не знаю, что это было, но мы же его похоронили. Мы до последнего надеялись, что так оно как-то все... Он вырулит из этой ситуации, но он же всегда выходил из ситуации. Но теперь нам стыдно появляться в обществе, нам страшно появляться в обществе. Я ухожу в свой прежний образ жизни, и остальные говорят, и мы с тобой идем. То есть это страшное разочарование. И чтобы его не произошло, чтобы его не произошло, потому что одно дело разочароваться в пастыре, другое дело разочароваться в церкви, разочароваться в христианстве, но в Боге разочароваться – это серьезно. И я себе думаю, а что нужно сделать, чтобы избежать разочарований в Боге? Потому что Бог – это последняя инстанция. Потому что неверующий человек, он в Боге не разочаруется, он в него не верит. Он может винить правительство, кого угодно. А верующему угрожает в Боге разочароваться, потому что после всех, кого мы обвиняем, будет последним в очереди Бог. И как вот этого избежать? Вот я смотрю на расклад всех событий, на то, как мы мыслим, кого мы читаем, как мы реагируем на события. И я себе задаю вопрос, а не приближается ли такое глобальное, огромное разочарование в Боге? Что бы этого не произошло, мне думается, что нужно очень внимательно послушать его оригинальные мысли. Может быть, даже без комментариев. Просто послушать его оригинальные мысли. То есть он приходит в нашу среду, как я уже сказал, на эту территорию. У него есть миссия, понятно, умереть за человеческий род, потом поймете, что-то поймете потом, в веках, потом придет Святой Дух, потом вы будете там разбираться, интерпретировать. Он понимает. Но между тем он приносит и послание, он приносит учение. И он начинает учить. И когда ты в общем посмотришь на его миссию, она никак не выглядит миротворчеством. Он как сепаратист, он разделяет общество. Везде, куда он приходит, люди в штыки. Какой-то процент людей говорят, он от Бога. Другие говорят, нет, он обольщает народ. Этот человек не может быть от Бога. И раньше, до его прихода, все как-то было более-менее слажено. Как-то мы более-менее одинаково мыслили и понимали. Но теперь он приходит и говорит, даже не думайте, что я принес земле мир. Я принес земле меч. В других переводах разделение. Separation. В семье, где пять человек, двое будут против троих. Ты думаешь, не просто там соседи, города или страны стоят по разные стороны баррикады. Семья, самые близкие люди, кровные, узы. Ссорятся люди из-за чего? Из-за Христа и его учения. Из-за того, что он приносит какой-то совершенно новый взгляд, какую-то чистую перспективу, которая не существовала до его прихода. Небесный взгляд, другой взгляд. И кто-то из нас открывается для этого взгляда. Кто-то каким-то образом мистическим соглашается с этим, принимает это. А кто-то по накатанной, как всегда, как все, не может согласиться с такими радикальными мыслями и утверждениями. И начинается ссора. Отец против сына, мать против дочери, свекровь, невестка. И потому я сказал, посмотришь на Христа, но он не виноват. Когда-то до этого, до его прихода в мир, было единое цельное царствие нашего Господа. Но потом произошел раскол, произошел конфликт, и оно все перекинулось. И теперь Христос приходит на эту территорию, чтобы снова нас помирить с Богом. Но механически ты это не сделаешь. Люди должны принять это. Вообще слово принять советуем поизучать в Библии. Потому что оно связано с доброй волей человека. Все, что я сейчас говорю, ты принимаешь или не принимаешь. Или это принимаешь, это не принимаешь. Это происходит машинально. Это происходит само собой. Какую-то мысль отторгаешь, какую-то ставишь на паузу. Мы сортируем все абсолютно. Слово принять, оно очень важное. Принимает человек или не принимает. Даже пророчество о Марии, которая должна была стать матерью Иисуса, как Исаия написал, сидево в очреве, примет и родит сына. А если не примет? Это серьезный вопрос. А если не примет? Или у нее не спрашивают? Или в обход ее воли это делают? Она просто раз и забеременела, и сама не поняла, как и зачем. Но, но, но. Бог так никогда не делает. Воля человека вовлечена в процесс. А воля – это выбор, это решение. А если я не хочу? А если я не понимаю? Потому архангел приходит к Марии и начинает ей говорить. Она возражает. А как это будет? А я мужа не знаю. Ангел это понимает. Он от нее не смеется, он ее не упрекает. Он ей объясняет. А Елизавета, твоя родственница, она же тоже неплодная. А вот она зачала. И Дух Святой найдет на тебя. И Мария принимает это. Понимаете? Принимает это, и слово становится плотью. И так везде, я не хочу еще на этом останавливаться, это отдельная мысль. Но я к тому, что мы что-то принимаем, что-то не принимаем. Что-то в нас будет возрастать и прорастать, а что-то категорически, мы сердце закрываем. Или наоборот, мы принимаем какую-то другую точку зрения, и мы предоставляем ему почву. Вот я задумался однажды, почему так Соломон сказал, больше всего храни, моего храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Я вот езжу в машине и думаю, нет, ну а подожди, ну разве в сердце источники жизни? Может быть, в Слове Божьем источники жизни, а в сердце при чем здесь? Он говорит, ну смотри, в сердце источники жизни. То есть, когда мужское семя попадает в женский организм, то оплодотворяется эта яйцеклетка таким образом, что женский организм, женский организм вынашивает плод, женский организм. И потому так Христос сказал, если семя, падшее в землю, не умрет, оно останется одно. То есть, земля, грунт, почва обладает такой способностью вызвать эту жизнь из семечка. И еще раз, медленно, а если семя не упадет в землю, то оно останется одно. И потому так написано и о еврейском народе, не принесло им пользы Слово, с большой буквы. Имеется в виду Божье. Божье Слово. Обетование, адресованное только этому народу, эксклюзивно, не принесло Слово Божье пользы богоизбранному народу. Почему? Потому что они не растворили его верою. Мне его отторгли. Они этого хотели? Нет. Они хотели блага, они хотели быть с Богом, но что-то помешало им принять это Слово в том чистом оригинальном виде. Оно не помещалось, оно конфликтовалось с их логикой, оно конфликтовалось с их здравым смыслом, оно конфликтовалось со стереотипами, которые насаждались в тех же синагогах столетиями. Я не знаю, он говорил об этом или нет, но когда-то, много лет назад, я смотрел документальный фильм о том, как строят город Дубай. И там, оказывается, почва очень прочная. И чтобы поднять эти небоскребы многоэтажные, нужно забивать глубокие сваи в землю. И они изобрели такие машины наподобие электропилы, только огромных размеров, может, как этот зал. Такое подобие пилы с такими зубьями, с металла, какой-то сплав специальный, чтобы оно вгрызалось в эту почву, чтобы преодолеть это сопротивление этой почвы. И вот показывают, как эти машины начинают резать эту почву. Она очень прочная. Дым идет, огонь. Огонь настоящий. Возгорается. То есть эта пила, будем так называть, вгрызается в эту почву. Такая схватка, поединок, один ноги. Кто кого. Или эта почва поддается, или эта почва повырывает эти зубья. Повыламывает. Не справятся они. Я вот сижу перед телевизором, смотрю это, и на меня сходит Святой Дух. Господь мне говорит, вот так и твой разум. Вот эта почва, это твой разум. Каждый раз, когда я хочу что-то сделать с тобой, твой разум, там такие блокировки стоят, там такие твердыни, там такие наслоения, что твой разум не дает сделать определенную духовную работу. А разум, это и воля твоя, и решение твое. Ты просто не пускаешь, ты не позволяешь, ты очень твердый человек. Поэтому я прихожу к заключению, да, сердце может быть податливым, оно может быть гибким, оно может быть открытым для благодати, для изменений, а может быть очень твердым. Так что же принес Христос? Мы верующие люди, и казалось бы, Александр, зачем ты рисуешь вот эту всю картину? Так это же Христос, это наш герой, это наш спаситель, это наш создатель, наконец, в смысле, мы не сопротивляемся ничему. Но ты читаешь тех же апостолов, и они говорят, душевный человек не разумеет того, что Духа Божия, он по ним почитает это безумием, потому что об этом надо судить духовно. И я так себе думаю, как часто я сужу духовно о вещах. Или у меня есть предрасположенность к чему-то, и я механически, автоматически отвергаю любую идею, любую мысль, которая чисто духовная. Потому что я же продукт и этого общества, и этого народа, и этого менталитета, и этого воспитания. И когда ты слушаешь Христа, например, его Нагорную проповедь, ну, ладно, мирские люди не могут этого понять, блаженны кроткие, блаженны милостивые. У тебя возникает много вопросов или многоточек, до какой степени, до какой меры, сколько можно прощать брату своему. Это же вопросы поднимались, они же вблизи Христа слышали. О прощении, о милосердии. А сколько раз? В одном месте евангелисты пишут, если семь раз в день твой брат сделает тебе пакость или согрешит против тебя, выражая славами Христа, и скажет, каюсь, но это важно, что он скажет, каюсь, прости ему. в другом месте Христос говорит, не говорю тебе до семи раз, но до семи раз, до семидесяти, умножай, семь на семьдесят, умножай. И ты думаешь, да нет, да нет, разговор закончен, тему закрыли, я перестаю понимать, в этом нет смысла. Я не умею это объяснить, я отступаю назад. И я не пытаюсь это объяснить, и я не пытаюсь здесь интерпретировать эти тексты, но я пытаюсь сказать, что оно не помещается. Есть какое-то послание, которое не помещается в наше сознание. И говоря о его, в том числе, о Нагорной проповеди, и вот эта сама идея параллельного царства, царства другого царства, вот он говорит, если бы вы были от мира сего, то мир любил бы свое, но поскольку вы не от мира сего, вот почему мир ненавидит вас. Такое простое-простое объяснение. Как бы вы ни старались, сама идея параллельного мира раздражает это общество, ладносветское общество, наше христианское общество, начинает больше и больше раздражать учения о Царстве Небесном. Раздражать, я другого слова не знаю, раздражать. Мысли о параллельном царстве, мысли о втором пришествии Христа начинают людей раздражать. Я-то знаю, о чем говорю, я же вижу, что происходит в социальных сетях. Мои же подписчики, они же 99% это же верующие люди, ну хорошо, там определенный процент православных католиков есть, но преимущественно это же наши люди. Почему любая мысль, с какой стороны ты не начинаешь ее подавать, о Небесном Царстве, она вызывает такую реакцию в обществе. А потому что, как мне думается, буду осторожным, потому что у нас тоже представление о Царстве Небесном, которое должно быть здесь. Оно должно быть здесь, точно так, как и ученики. Мы должны навести порядок здесь, мы должны Христа вовлечь в эти процессы, мы должны здесь утвердить Его Царство, мы должны преобразовывать государственные аппараты, мы должны внедряться в бизнес-структуры, у нас точно та же самая идея. Если так прямо выражаясь, уже богословской терминологией, то есть Евангелие Царства и есть Евангелие Спасения. Это два разных пути. Евангелие Царства, это именно мы должны преобразить это общество, и мы это сделаем. До нас пробовали, у кого-то получалось, у кого-то нет, но мы это сделаем. Мы должны влиять на государство, на все общественные процессы и так далее, и не буду продолжать. Есть Евангелие Спасения, которое утверждает, что земля и все дела на ней сгорят. И наша миссия заключается в том, чтобы людей из лагеря смерти перевести в лагерь жизни. Это совершенно другая подача, это совершенно другое мировоззрение, это совершенно другая повестка дня Евангелия Спасения. И мне говорят, ну а как ты не хочешь влиять на общество? Я говорю, а как вы это себе представляете вблизи? Потому что штампы такие бросать, влиять на общество, это несложно. А как вы это себе представляете вблизи? Потому что влиять ты не можешь силой. Ты не можешь влиять за счет того, что ты губернатор. Это не влияние. Это позиция, да. Позиция отца в доме. Это еще не значит, что тебя уважают. Для меня влияние, это когда дверь открывают с этой стороны. А если я ногой открываю дверь, потому что я отец в доме, если я ногой открываю дверь, потому что я старше по возрасту или по положению, это не влияние. Это не влияние. Влияние – это когда твои точки зрения интересуются, у тебя спрашивают, и твоя позиция может повлиять на принятие решения отдельным человеком. Это влияние. Я людям говорю, зачем там влиять на нации, на государства? Пойдемте, повлияем на соседа. Вон он сидит напротив. Он тебе скажет, ты кто такой? Я тебя звал. И ты опять слушаешь мать Терезу, которая говорит, если ты хочешь изменить мир, иди домой и люби свою семью. Меняй свое близкое окружение. Будь добрым примером в своем окружении. Не обижай людей. Я стал читать Библию и стал видеть, сколько раз в Библии, особенно в Ветхом Завете, это предупреждение звучит. Не обижайте пришельца, не обижайте сироту, не обижайте людей, не обижайте официанта. Это я уже от себя предупреждаю. Ну, как бы продолжаю. Не обижайте людей. Это важно, когда человек тебя благословляет или не благословляет. Это влияние. Но мы привязаны. Мы привязаны. И мы, в который раз повторяюсь, продукты этой среды. И у нас есть накатанные представления и мысли. И мы сражаемся за недвижимость свою, за имущество, за территорию, которую принято называть родиной. Вот смотрите. Я же могу в церкви сказать, но больше не приглашайте, если нельзя это сказать. Ну, простите. Но вот смотрите. Борьба за город, борьба за территорию, борьба за родину. Вот смотрите. Ладно там в наших условиях Украина, Россия, Москва, Киев, великие там города с огромной историей. Представьте себе, а мы говорим об Иерусалиме. Иерусалиме, которого Библия и сам Христос называют городом великого царя с большой буквы. Это Иерусалим. Будьте внимательны. Об Иерусалиме, о котором Давид писал, если я забуду тебя, Иерусалим, то пусть язык мой прилипнет к гортани моей. Если не поставлю Иерусалима во главу веселья моего. Это город Бога. Это город, который точно определен самим Богом для еврейского народа. Неважно, как мыслит арабский мир и какая там предыстория, Палестина и все прочее. Я уже говорил об этом как-то. Мне пришлось ехать однажды в такси с арабом в Иерусалиме. И он родился в Иерусалиме. Это мужчина лет 70, и он не просто возил и показывал. Вот здесь ничего не было, на этих холмах это все новые постройки, этих поселений не было, здесь только бедуины жили. Я говорю, вы помните это все? Я здесь родился. И он помнит эти все 70 лет развития со времени основания государства Израиля, и он просто в ней рассказывал, как преобразился этот город за последние 70 лет. Это очень интересно. Но теперь слушайте, теперь подумайте, зачем при таком раскладе, при таком величии, при таких обетованиях, при такой однозначной информации, что этот город самим Богом дарован еврейскому народу. Зачем? Ответьте, пожалуйста, потому что я боюсь отвечать на этот вопрос. Зачем? Апостол Павел пишет, «Нынешний Иерусалим в рабстве со своими детьми, а Вышний Иерусалим свободен. Он матерь всем нам». Не хотите, чтобы я комментировал? Сами почитайте это, сами подумайте. Зачем ты смещаешь акценты? Зачем во время римской оккупации зачем ты так ставишь вопрос? Ты не понимаешь, что происходит? Это так важно, чтобы увлечь людей идеей Вышнего Иерусалима, Нового Иерусалима, Параллельного Иерусалима, Небесного Иерусалима? Или ты читаешь послание к евреям, там написано, «Они стремились к лучшему, то есть к Небесному». И о ком же это написано? А написано тот же Гидеон, Варак, Самсон, Давид, Самуил, там они прямо перечислены, что они, эти люди называли себя странниками и пришельцами. Послушайте, ну ладно там Авраам, он еще странствовал, он еще верой ходил по земле чужой, как по обетованной, это можно понять, человек верой, понимаю, ходит по чужой территории, но он точно знает, что через 430 лет сюда вернутся его потомки, и это земля, вот она география, вот она карта, вот Бог ее нарисовал, Бог, Бог, она наша, ладно Авраам, но эти-то цари, которые перечислены, и пророки, они уже жили на этой земле, они уже строили эти города, они уже жили там, на этой территории, откуда такое мировоззрение у древних, я даже не говорю о Новом Завете, у древних праведников, откуда, ну что, Библия ошибается, откуда такое умонастроение воспринимать себя как странника и пришельца, странник это тот, который странствует, он здесь не живет, он здесь прохожий, он проходит по этой местности, пришлец тоже, это тот, который пришел, сегодня, завтра уйдет, это как гостиничный номер, у тебя есть дом, но на время ты остановился в гостинице, она может быть лучше, эта гостиница, может быть хуже, это временно, я по дороге домой остановился в гостинице, это умонастроение, которое присутствовало у праведных людей, так я повторяю, это Ветхий Завет, я сейчас цитирую, я цитирую всех праведников Ветхого Завета, где преимущественно 95-99% всех обетований Ветхого Завета, они были о земле, в Ветхом Завете очень сложно найти конкретные чистые тексты о небесах и о жизни в паке бытии, в другом измерении, их почти что нет, я даже читал труды Клайва Льюиса, где он объясняет вообще понятие загробной жизни у древних, на основании Библии, особенно Псалмова, он объясняет, это Шеол было, Шеол, царство мертвых, кто там, как там, Соломон вообще пишет, и праведные, неправедные умирают, все идут в одно место, потому древние очень мало имели информации до прихода Христа о загробной жизни, все их обетования и устройства, и их царство, все было связано с земной территорией, но когда пришел Христос, он стал конкретно говорить, и апостолы продолжили эту миссию, и очень много притч Христа, целый ряд притч, связан с тем, что господин высокого рода, он о себе говорит, отправляясь в дальнюю страну, что получить царство, и вернуться, позвал рабов, раздал их там таланты, и сказал, отпускайте в оборот, я вернусь, вас ожидает награда, если вы выполните это, но жители того места не хотели, чтобы он царствовал над ними, потом послали посольство вслед ему, в глаза боялись сказать, в догонку послали, мы не хотим, чтобы ты царствовал над нами, но это ничего не меняет, он вернулся, он вознаграждал этих рабов, тех, которые не хотели, и сказал, избейте передо мной, это все Новый Завет, и вот это послание, вот эта теория, не теория, учение о Втором пришествии, о Царстве Небесном, оно всегда воспринималось в штыки, или полностью отрицалось, или не понималось общество, или, например, даже в псалмах такие тексты, пророческие тексты о церкви, о Божьем народе, там обращение, как к женщине, как к царице, забудь народ твой, и дом отца твоего, и возжелая царь красоты твоей, ты поклонись ему, или тому же в раму, выйди из дома отца твоего, это так интересно, это такой новый взгляд, такая новая перспектива, поэтому наша миссия, насколько я понимаю, это не преображение этой территории, этой земли, например, Жан Кальвин пробовал это сделать в Женеве, это очень плохо получается, особенно, когда ты градоначальник, когда у тебя есть полномочия, ты можешь законы поменять, ты можешь идеальные законы, во многих странах идеальная конституция, ее десятилетиями отрабатывают, до запятой сидят люди, годами вносят поправки в конституцию, совершенная конституция, только жизнь, простите, собачья, люди плохо живут, а почему? Закон плохой? Нет, натура испорченная, потому если даже взять самый совершенный закон, самый лучший божий закон, который был Израилю, написано, что закон ничего не довел до совершенства, из-за людей, заповедь совершенна, и в другом месте Павел пишет, закон был ослаблен плотью, то есть плоть, которая живет по законам греха и смерти, это же тот же Павел сказал, что я духом или умом своим нахожу удовольствие в законе Божьем, а в плоти моей вижу другой закон, который спорит с законом Божьим, бедный я человек, потому, конечно, самые идеальные законы, они ничего не делают практически, потому что сущность наша испорчена, потом пробует Кальвин Женеву превратить в град Божий, и законы самые хорошие, и требовал от общества, и принуждал, и в церковь по воскресеньям город должен был ходить, только люди ненавидели Кальвина, и есть интереснейшая историческая сводка, если не верите, проверьте сами, я могу там в деталях ошибаться, но в сути нет, Проханов, который возглавлял баптистское движение еще после революции, в советское время, у него была идея построить град Божий, построить город Евангельск, Евангельск, начало реки Обь, ему советское правительство выделило место, был разработан проект, построить город Евангельск, как вот есть город Архангельск, он решил построить город Евангельск, но ему не разрешили так назвать город, разрешили назвать город Солнца, но идея очень интересная, она изошла из того, что советское правительство насаждало колхозы, что такое колхоз, это аббревиатура двух слов, коллективное хозяйство, коллективно мы все трудимся, личных огородов нет, мы все работаем вместе, а потом вместе питаемся, а сейчас размечтались, один горбатится за двоих, мы же знаем нашу натуру, а другой отдыхает, потому это утопия, никто никогда не будет в это верить, это в семье даже сложно, один работает, другой ленится, а вы хотите, чтобы деревня работала в колхозе, и все были счастливы, потому это заранее было утопической идеей, но Проханов постарался, чтобы отдельные баптистские общины организовали свои колхозы, и поскольку это были верующие люди, они трудились усердно, эти колхозы заметно преуспели и процветали, даже я сейчас не помню, на каком-то из съездов партии похвалили сектантов, что их колхоз выделился, и с них надо брать пример, и загорелись идеей разрешить баптистам построить вообще свой город теперь, почему бы город не построить, если колхоз можно, поэтому разработан был план, там очень интересный план, это все есть, полистайте, почитайте, каким должен был город, но в последний момент как бы советское правительство спохватило, что же мы делаем, ну что же мы делаем, мы же сейчас, здесь показательный колхоз какой-то деревни, а здесь будет город показательный, баптисты построили, а сейчас, разрешат вам это, поэтому зарубили идею, не разрешили, но я теперь себе думаю, а может это Бог не заинтересован, чтобы царствие небесное было на земле, в одном городе, в одной территории, потому что там по определению могут быть только баптисты, потому что Христос сказал, что царствие небесное подобно закваске, которую берет женщина, берет три меры муки, бросает, и он начинает бродить, это Христос сказал, и он сказал, доколе не вскиснет все, то есть запускается такой интересный процесс, должно все вскиснуть, вскиснуть, и Христос сбивает эту мысль и говорит, царствие Божье не придет приметным образом, если вдруг вы думаете, что оно придет приметным образом, скажем, вот это там, или вот оно здесь, царствие Божье, там живут хорошие люди, там идеальный район, там идеальный город, но, 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 царствие Божье внутри вас есть, и он объясняет, что это за состояние, состояние, которое производит нас Святой Дух, и оно становится очень-очень привлекательным при близком рассмотрении этого состояния, при встрече с человеком, в сердце которого действительность царствия Божья, ты понимаешь, что это необычный человек, это во всех смыслах необычный человек, потому что, с одной стороны, я самый обычный человек, как все, я живу в этом городе, у меня есть гражданство, я товарюсь в этих магазинах, одеваюсь, я получаю образование, я работаю, я всем пользуюсь в этом городе, я самый обычный человек, с другой стороны, это не высокомерие, я необычный человек, необычный, в том плане, что у меня новая природа, И при близком рассмотрении это должно быть заметно, и это есть заметно, потому Господь не заинтересован эту закваску спрятать, Он заинтересован, чтобы мы были в среде, чтобы мы были в обществе, но идея не просто общество преобразовывать извне, идея преобразовать сердца людей изнутри, потому что законом ты не поменяешь общество. Ну простите, ну не обижайтесь, ну что-то поменять можно, ну что-то где-то поменять можно, но найдут дыры, найдут щели, ну сколько уже такого в истории, ты переделываешь это все, найдут другие ходы, другие каналы, потому что наша плоть изворотлива, ты ничего с ней не сделаешь. Потому что Господь задумал другое, Он задумал реформы внутренние, преобразование человека внутри. И, конечно же, второе пришествие, и последний суд, конечно, да, конец концов, как Павел сказал, а затем конец. И он обозначает, как это будет, когда Христос отдаст царство Отцу, когда упразднит всякое начальство, силу и власть, и будет Бог все во всем. Конечно, оно будет, но оно связано с судом. И если бы Ной держался теории Евангелия Царства, он бы не строил ковчег. Если бы Ной верил так, как сегодня верят проповедники Евангелия Царства, верующие в новый мировой порядок, он бы ковчег не строил. Он бы бросил все силы поменять ситуацию, чтобы Бог суды отменил, и потоп отменил, и такой фатальный исход отменил. Но Ной и был проповедником праведности вроде своего. Разве Ной не проповедовал? Но параллельно он строил ковчег. А это означало, что при всех стараниях, при всех попытках, в его случае благовестия, кто-то это примет, кто-то не примет. В его случае, статистика очень печальная, восемь душ спаслось от воды. И мне говорят, нет, нет, это Ной. Это Ной. Мы сегодня современная церковь. Я говорю, подождите, а что Христос сказал? Как было во дне Нойа. Так будет в пришествии Сына Человеческого. А как было во дне Нойа? Нетрудно прочитать. Или он говорит, как было во дне Лота. Да коли Лот не вышел из Содома. А когда Лот покинул Содом, пролился дождь огненный и серный. Поэтому я пытаюсь, я пытаюсь не жить в иллюзиях и разобраться, в чем заключаются грядущие события, как к ним быть готовым, как качественно выполнить свою миссию. И меня удивляет, как людей раздражает идея Царствия Небесного в торговой пришествии Христа. Я порекомендую вам прослушать аудио или почитать толстый труд книгу Петрика Сухдео. Она называется «Ненавидимый напрасно». Потрясающая работа. Очень грамотно, умело и просто и доступно написано. Петрик Сухдео. «Ненавидимый напрасно». Это история о церкви в очень интересном изложении. И любопытный факт, который он объясняет, что, скажем, в Японии, в Корее были гонения на христиан связаны именно с идеей Второго пришествия Христа. В церквях, когда люди веровали, не разрешалось проповедовать о Царстве Небесном. Казалось бы, сколько истин важных в Евангелии проповедуйте. О Царстве Небесном нельзя. О Втором пришествии Христа нельзя. Полиция сидела на богослужениях, как только заходил разговор о Царстве Небесном и о Втором пришествии Христа, людей либо арестовали, либо штрафовали, либо закрывали общины. Казалось бы, что вы так реагируете? А они это объясняли. Это подрывает национальную безопасность нашей страны. Вы верите в параллельное царство. И как кто-то из советских идеологов сказал, что с вами, христианами, рая на земле не построить. Очень просто. Потому что вы верите в рай на небе. С вами не получится здесь ничего сделать. Ну, в том виде, как они это себе представляют. Поэтому, когда я это услышал, для меня это было очень показательным и очень любопытным таким фрагментом, что Христос принял эту истину. Я от Бога не шел и к Богу отхожу. Я пойду и приготовлю вам место. И потом прийду и заберу вас к себе, чтобы вы были там, где я. И я же не отрицаю ни в коем случае того, что стопит тысячелетнее царство на земле. И люди попробуют жить без дьявола, который будет связан единолично с Господом. И люди попробуют вот эту другую жизнь. Смогут почувствовать эту разницу. Но в любом случае, мы верим, что наше жительство на небесах. Аминь. Мы так верим. Так учит Библия. Поэтому я заканчиваю. У Павла в новом русском переводе очень резкие тексты. Например, «Приобретая что-либо, вы должны вести себя так, как будто вы ничем не владеете». Новый русский перевод, 1 Коринфянам 7.30. Еще раз. «Приобретая что-либо, вы должны вести себя так, как будто вы ничем не владеете». Вам необходимо пользоваться благами мира, не испытывая к ним никакой привязанности. Именно так вы должны жить, потому что этот мир скоро исчезнет. Вам необходимо пользоваться благами мира, не испытывая к ним никакой привязанности. Именно так вы должны жить, потому что этот мир скоро исчезнет. Ну тогда давайте вырывать эти тексты из Писания и давайте спорить. Я раньше читал об этом, но думаю, дай-ка проверю, насколько достоверна эта информация. И был чрезмерно удивлен, как ловят обезьян. Вы это, наверное, слышали и знаете. Это удивительно. Охотники на обезьян берут обычные глиняные горшки, взрывают их в землю плотно, утрамбовывают землю. Оставляют только горлышко этого горшка, помещают туда орехи. И обезьяна идет на запах. Она ищет этот горшок, находит, опускает туда свою лапку, набирает пригоршню орехов и вытащить не может, потому что горлышко, горшко узкое. Надо отпустить орехи, и ты вытащишь лапку. А нет. Я просто удивлялся. Ну как? Идет охотник, она орет не своим голосом. Она понимает, что сейчас ее заберут. Но бросить орехи она не может. Ну не может. Он просто приходит и собирает этих обезьян. Я смотрел и думал, а может мы как эти обезьяны? Есть вещи, которые ты просто не можешь бросить. Они в тебе так прочно осели, укоренились. Это стоит тебе жизни? Или может стоить жизни? Я приглашаю вас подняться на ноги. Давайте немножко постоим так, просто закроем глаза. Я тебе предлагаю вспомнить тот момент, где может быть Дух Святой по-особенному что-то заронил в твое сердце. Какую-то мысль. Потому что одно дело я говорю, а другое дело, когда сердце твое реагирует на какое-то послание, на какую-то истину, на какую-то мысль. Я прошу тебя, подумай сейчас об этом. Просто проанализируй то, о чем мы сейчас говорили и что именно ты услышал. Тридцать секунд. Господь, я благодарю Тебя за слово. Оно действительно светильник ноге моей. Чтобы я не поколебался, не поколеблюсь вовек. Не поколеблюсь. Твое слово говорит, что праведник не поколеблется. И потому ты иногда колеблешь наши обстоятельства, чтобы создать в нас царство непоколебимое. Твердое основание для будущего. Так говорит Твое слово. Господь, я не хочу обмануться. Я не хочу жестоко разбиться. Я не хочу сегодня жить в иллюзиях и строить свой дом на песке. Я боюсь этого, Господь. Я молюсь за этих всех дорогих людей. Каждый из нас что-то принимает, что-то не принимает. Как-то себе объясняет вещи. Но есть чистое Евангелие, есть чистое Твое слово. Ты сказал, что все пройдет, но слово Твое останется. Но исполняющий волю Божию пребывает вовек. Ты так сказал. Господи, так хочется в конце дороги, в конце пути не разочароваться. Я благословляю именем Твоим этих людей. Я благословляю, чтобы для Твоего слова было много места в нашем сердце. Я благословляю, чтобы наша воля, как бы разум не сопротивлялся, но чтобы мы уступили дорогу Духу и Духовному. Потому что душевный почитает безумием то, что от Духа Божьего. А я не хочу быть безумным, Господь. Я хочу уступить дорогу Духовному. Я хочу уступить дорогу Твоему Слову, Господь. Я хочу, чтобы Слово Твое восторжествовало сегодня в моей жизни, потому что завтра я так или иначе встречусь с этой истиной. Не хочу лжи, не хочу обольщения. Я благословляю, Господь, чтобы мы не боялись критики, давления со стороны, чтобы мы не боялись унижений, оскорблений, насмешек, чтобы мы люди узкие. Я благословляю, Господь, чтобы Царствие Твое Небесное цвело внутри наших душ, как сад цветет, как цветник цветет, Господь. Я благословляю, чтобы праведность, радость и мир во Святом Духе занимали все наше личное пространство. Я благословляю, Господь, чтобы слова Павла нашли в нас место, чтобы мы не привязывались к какой-либо недвижимости, но принадлежали Тебе и Твоему Царству. Благослови нас, Господь, преодолеть это все, потому что это непросто и это сложно. Благодарю Тебя, Господь, за то, что сегодня звучало это слово, и мы могли его слышать. Я благодарю Тебя, что оно записано. Я благодарю Тебя, что его могут послушать другие люди. Я благодарю Тебя, что мы можем снова и снова, и я в том числе, послушать это и прочитать это в Твоих святых писаниях. Благодарю Тебя, Иисус, и благословляю. 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 Продолжение следует...